Сразу два преступления за день устроил пьяный водитель РАВ-4 в Кирово-Чепецке. Мужчина сначала изнасиловал женщину, потом под шофе поехал кататься на машине, однако его задержали и, как выяснилось, по обоим преступлениям у подозреваемого рецидив. Задержанный Павел все отрицал. Говорит, машина не его, за рулем не сидел. У полицейских своя версия. Все началось с ориентировки на Тойоту РАВ-4, якобы на улице Островского. На этом авто разъезжает пьяный водитель. Через несколько минут автомобиль остановили полицейские. У водителя имелись признаки опьянения, а также отсутствовали документы на право управления транспортными средствами и документы на автомобиль. Очевидцы рассказали, на месте задержания Павел сопротивлялся и матерился. Полицейские надели на него наручники. В отношении водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неповиновение законного требования сотрудника полиции. И это было только начало. Оказалось, 32-летний Павел Котельников лишен прав за пьяное вождение. Впереди новый круг ада. 22 февраля против него возбудили уголовное дело за очередные пьяные гонки. Ко всему прочему выяснилось, что мужчина подозревается в изнасиловании. По версии следствия, за несколько часов до задержания он надругался над женщиной и это рецидив. По 131 статье Уголовного кодекса его уже наказывали, однако водитель по привычке все отрицал. Я же не водитель. Водитель? Я не водитель. Ванюшку, Ванюшку, приглашайте сюда. Максимальное наказание за повторное пьяное вождение до двух лет лишения свободы, за изнасилование до шести лет тюрьмы. Сергей Пичугин, место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok